Самые коррумпированные отрасли выявили в Туркестанской области. Лидируют в этом списке органы внутренних дел и управления по земельным отношениям. Замыкают тройку сфера образования, завязла во взяточничестве и здравоохранении региона. Об этом на брифинге сообщил представитель агентства по противодействию коррупции. Какие именно совершаются правонарушения и что делают власти для их предотвращения, узнали наши корреспонденты. Больше двух тысяч мероприятий, около полумиллиона участников в региональном департаменте агентства по противодействию коррупции в Туркестане с начала года провели масштабную работу. Главная цель – формирование в обществе негативного отношения ко взяточничеству. Но ситуация в области пока не меняется. Только с января по август здесь возбуждено 78 уголовных дел. Больше всего коррупционных нарушений в органах полиции. На втором месте – земельные отношения. Дальше идут государственные детские сады, затем больницы. Все самые востребованные обществом сферы. И спорить со статистикой не приходится. Среди зарегистрированных уголовных дел по статье «Коррупция» 31 преступление считается тяжкими и особо тяжкими. Еще 37 – факты взяточничества. Нарушений по госпрограммам 8 и 14 – это незаконные проверки бизнеса. Есть среди задержанных и известные личности. К примеру, экс-руководители Управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области Бектаев и начальник отдела ГАСК Тазбалат по предварительной договоренности намеревались оказывать посреднические услуги предпринимателям и задержаны при получении 380 тысяч тенге за оформление лицензии. Но эффективнее предотвращать такие преступления, чем ловить нарушителей, отмечают специалисты. Поэтому в регионе активно идет работа с молодежью. Реализуются проекты «Адал-де-Каланэ», «Адал-Орпак» и «Санала-Орпак». За 8 месяцев этого года мы направили 156 предложений по улучшению работы госорганам области. Рассмотрели 109 дел. В результате 55 сотрудников привлечено к административной ответственности. Специалисты департамента вместе с членами мониторинговых групп проводят и акции «Тайный покупатель». Так выявлены нарушения в сфере образования. В Житесайском педагогическом колледже, к примеру, студентам не выдавали квитанции об оплате за общежитие. А в Международном Казахско-Турецком университете, желающие поступить в магистратуру, не всегда соблюдали правила при вступительных экзаменах. Теперь представители профильного агентства создают при вузах и колледжах региона клубы активной молодежи, чтобы вместе противостоять коррупции. Продолжение следует...